Пятый вопрос на пять тысяч. Можете удвоить свой выигрыш. Внимание. Какие знаменитые скачки были названы в честь наследника русского трона? Эбр, Оукс, Дерби, Цесаревич. Ну, точно не А и не Б. Скорее всего, Цесаревич. Про Эбр я вообще не слышал. Но я изучал историю России. Думаю, Цесаревич. Наверное, Д. Да, Д. Наверное. Что значит «наверное»? Да, ответ «Д». Точно. Ответ окончательный, Дэйв? Да. Никогда не слышали про Эбр? Ну и бог с ним. Ваш ответ правильный. У вас 10 тысяч фунтов. Наследник трона по-русски как раз и будет Цесаревич. У вас 10 тысяч, осталось две подсказки. Шестой вопрос на 20 тысяч. Кто играл главную роль в телевизионном сериале 80-х годов «Обольститель»? Найджел Хеверс, Питер Боулс, Пол Макген, Питер Иган. Мой возраст играет против меня. Варианты А и Б обаятельные мужики, и оба могли бы сыграть эту роль. Про Питера Игана вообще не слышал. И не думаю, что это Пол Макген. Что подсказывает интуиция? Когда появилось имя Хеверс, что-то внутри ёкнуло. Да. Но Питер Боулс тоже возможен. Я воспользуюсь звонком другу. Ладно. Кто знает ответ? Сью может знать. Только не знаю, сможет ли она говорить. А что с ней такое? Она ужасно застенчивая. В ситуации стресса она от волнения. Может просто потерять дар речи. Зачем же вы её выбрали? Сам не знаю. Она может знать ответ, но... Сколько ей лет? Нельзя такое говорить. Вы сказали, что ваш возраст вам мешает. Ну, а её возраст? Ей под 60. 50 с небольшим. Ей будет приятно. Она будет рада. Да. Ей будем звонить. Где она, в Челкнуме? Пригрот Оксфорда. Это мама Люси. Вы хотите позвонить будущей тёщу? Да. Дэйв мудрый, это... Как бы чего не вышло. Дэйв мудрый, это Крис Таррент. О, боже. Да. Дэйв предупредил, что вы застенчивая. Да, наверное, нужно выпить ещё таблетку. Да, он сказал, что ответ вы знаете, но получить его будет непросто. Очень важный вопрос. Да нет, вопрос всего на 20 тысяч. О, боже. Ваша дочурка тоже с нами. Всё зависит от мамочкиного ответа. Она перестанет со мной общаться. Вполне возможно. А теперь к делу. Хорошо. Мы уверены, что вы знаете. Спокойно. Кстати, как вам ваш будущий зять? Милый. Главное, чтобы таким и остался. Понятно. Сейчас Дэйв назовёт вам вопрос и четыре варианта ответа. Один из них верный и стоит 20 тысяч. Ладно. 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 Да. Удачи, Дэйв. Время. Сью, кто сыграл главную роль в телесериале 80-х годов «Обольститель»? А. Найджел Хэвис, Б. Питер Боулс, С. Пол Макген или Д. Питер Иган? Повтори, пожалуйста. Найджел Хэвис, Питер Боулс, Пол Макген или Питер Иган? Шесть секунд, Сью. Думаю, первый, но не уверена. Найджел Хэвис? Не уверена. Вот тебе раз. Когда вы сказали, что она застенчивая... И что же теперь делать? После звонка ничего не изменилось. Хотя я надеялся. Честно говоря, придётся взять подсказку 50 на 50. Решайте. Посмотрим, останется ли Хэвис. А если нет, это будет ужас. Ладно, компьютер, уберите два неправильных ответа, оставив один верный и один неверный. Не могу представить, чтобы Пол Макген играл в телевизионной драме. И поэтому... выбираю Найджела Хэвиса. Окончательный ответ? Окончательный. Вы выиграли 20 тысяч. За 20 тысяч пришлось отдать две подсказки. Седьмой вопрос. Слушаем. Имя какого художника совпадает с названием города в Линкольншире? Лаури? Гейнсборо? Хокни? Рейнольдс? О боже, вот с этим точно нужно было звонить Сью. Когда появилось имя Гейнсборо, оно мне показалось знакомым. Но, может, там есть футбольная команда в этом городе. И, кажется, это команда в Линкольншире. Имя какого художника совпадает с названием города в Линкольншире? Лаури? Гейнсборо? Хокни? Рейнольдс? Я умру, если потеряю 19 тысяч. Но так хочется рискнуть. И ведь ни одна фамилия не похожа на название города. Лаури точно нет. Хокни тоже. Хотя, может быть. Нет, сдаюсь. Забираю деньги и ухожу. Да, ухожу. Наверное, ухожу. Вы должны сказать, это окончательный ответ. Это окончательный ответ. Аплодисменты. Дэйв уходит с 20 тысячами фунтов. Полагаю, ваша Люси ужасно бы расстроилась, если бы вы потеряли эти деньги. Она думала, что ответ Гейнсборо, и вы тоже думали. Именно так. Ну да. И каков был верный ответ? Гейнсборо. Гейнсборо. И у вас было бы 50 тысяч. Но, ошибись, вы потеряли бы 19 тысяч. И поэтому вы правильно поступили. Аплодисменты. Он уходит с 20 тысячами фунтов. Настало время отборочного тура. Пора узнать имя следующего участника. Полная тишина в студии. Внимание, вопрос. Расположите эти реки от самой короткой до самой длинной. Дунай, Луара, Тайн, Янзи. Некоторые выглядят совершенно потерянно. Вот правильный порядок. Самая короткая. Тайн. 50 километров. Затем Луара. Тысяча километров. Дунай. Почти 3000 километров. И Янзи. Более 6000 километров. Итак, посмотрим из девяти участников, кто дал верный ответ. Посмотрим. Почти все. И быстрее всех Софи Лукинсон за 3,88 секунды. Просто метеор. Вы удивлены? Это невероятно. Но ведь вы ради этого и пришли. Конечно. Вы приходите, побеждаете в отборочном туре и идете вон туда. Так все и происходит. Играет Софи Уилкинсон. Она из Линкольншира и наверняка знала, где находится Гейнсборо. Она работает в Королевском обществе защиты животных. Живет в Скейгнессе. И там у нее есть маленький бойфренд Джастин, который на 10 лет ее моложе. Но болеет за нее сегодня мама Фрида. Софи любит спорт. У нее черный пояс по карате. Каждый день она пробегает 10 миль. А в будущем году будет участвовать в соревнованиях по триатлону. Но плавает она неважно и сейчас усиленно тренируется. Она надеется, что выигрыш позволит ей укатить на Сицилию, потому что итальянский ей близок. Уж не знаю, итальянский язык или итальянский бойфренд. Итак, 12 вопросов, три подсказки. Один миллион фунтов. Софи, удачи. Начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Итак, первый вопрос на 500 фунтов. К какому виду оркестровых инструментов относится к силофон? Деревянные духовые, ударные, медные духовые, струнные. Я очень надеюсь, что это ударные. А почему таким голосом? Когда смотришь эту программу по телевизору, все кажется так просто, а тут... Ну, не деревянные. И уж, конечно, не медные. И не струнные. Да, ударные. Ответ правильный у вас 500 фунтов. Второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. И это последний момент, когда вы можете уйти ни с чем. Второй вопрос из 12. Какой океан отделяет Северную Америку от Африки? Северный ледовитый, атлантический, индийский, тихий. Я думаю, ответ Б, атлантический, тихий с другой стороны. И, конечно, не северный и не индийский. Да, атлантический. Вы выиграли тысячу фунтов. Какие планы? Все рассчитывают на некую сумму. Ведь когда вы с мамой шли сюда, наверняка думали, я не глупа, уж точно выиграю столько-то. Да. Я бы хотела выиграть 50 тысяч. Тогда бы я смогла делать то, что хочу. Заплатить за обучение, купить маме машину и съездить отдохнуть. С бойфрендом? Возможно. Если попросится. Ясно. У вас тысяча. Итак, третий вопрос. На две тысячи фунтов. Гражданином какой страны является Усейн Болт, побивший рекорд в беге на 100 и 200 метров на Олимпиаде в Пекине? Тринидад и Тобаго. Ямайка. Сент-Люсия. Барбадос. Я была уверена, а теперь вдруг засомневалась. Свой вариант я помню. Но в этом кресле так трудно отвечать. Для верности я возьму подсказку 50 на 50. Надеялась, что не придется, но возьму. Ясно. Компьютер, уберите, пожалуйста, два неправильных ответа, оставив один верный и один неверный. Что такое? Я так и знала. Между ними я и выбирала. Наверное, все-таки он с Ямайки. Ответ окончательный? Да. Не с Барбадоса? Хотела бы я знать. Он с Ямайки. У вас 2000 фунтов. У вас 2000, и до желаемой вами суммы в 50 тысяч осталось 4 вопроса. У вас 2 подсказки. Итак, четвертый вопрос на 5000. Какой диджей вел радиопрограмму с музыкальной заставкой «Наша мелодия»? Питер Пауэлл, Стив Райт, Дэйфри Трэвис, Саймон Бейтс. Ответ Саймон Бейтс. Почему так уверен? Я помню эту программу. Вы ее слушали? Да, она шла около 9, и я слушала. Ответ окончательный? Да, надеюсь. Это правильный ответ. У вас 5000. Ну, вам уже лучше? Немножко. Немножко. Пятый вопрос стоит 10 тысяч. Можете удвоить свой выигрыш. И еще остались две подсказки. Вопрос пятый на 10 тысяч. Какой балетный термин происходит от французского «бросать»? Антроша, арабеск, пируэт, жете. Французский знаете? Нет. Понятия не имею. Придется взять подсказку. Я возьму звонок другу. Хорошо. Залу не доверяете балетный вопрос? Нет. Кому звоним? Вэл. Вэл? Да. Кто это? Наша соседка. Звоним. Скажите ей, что на кону 10 тысяч. Все варианты ответа, а потом можно еще и зал спросить. Да. Или просто забрать 5000. Алло. Вэл? Да. Это Крис Тарен. Привет, как дела? Спасибо, хорошо. У вас спокойный голос? Да нет, слегка дрожу. Не надо. Вы знаете, зачем мы звоним. Софи участвует в шоу. Она играет на 10 тысяч, и ей нужна помощь. Она уверена, что вы знаете ответ. Ну, надеется. Сейчас Софи прочитает вопрос, и четыре варианта ответа. Один из них стоит 10 тысяч. Ясно, Вэл? Софи, дорогая, удача. Время пошло. Вэл, какой балетный термин происходит от французского «бросать»? А. Антроша. Б. Арабеск. Ц. Пируэт. Д. ЖТ. Я знаю ответ. ЖТ. Огромное тебе спасибо, Вэл. А ты уверена? Абсолютно уверена. Спасибо, я твоя должница. Удачи. Спасибо. Ваша мама улыбается во весь рог. Ну что, Вэл замечательный человек. Однозначно. Она уверенно говорила. Играете? Да. Окончательный ответ? Да, ЖТ. Правильный ответ. 10 тысяч ваши. Спасибо, Вэл. Кажется, это когда они прыгают с одной ноги на другую. Кажется, так. Без понятия. Придется поверить мне на слово. Итак, пошла серьезная игра. У вас есть еще помощь зала, и два вопроса отделяют вас от 50 тысяч. Вопрос номер 6. На 20 тысяч. Вы можете удвоить свой выигрыш. Какая достопримечательность расположена на Лудгейском холме в Лондоне? Вестминстерское аббатство. Альберт Холл. Колонна Нельсона. Собор Святого Павла. На кону 20 тысяч. Этого я не знаю. Я только знаю, что это точно не колонна Нельсона. Она на Трафальгарской площади. Хотя, может, сама площадь на холме. Я спрошу зрителей. Хорошо, они могут знать. Итак, дело серьезное. Вопрос на 20 тысяч. Приготовьтесь. Какая достопримечательность расположена на Лудгейском холме в Лондоне? А. Вестминстерское аббатство. Б. Альберт Холл. С. Колонна Нельсона. Д. Собор Святого Павла. Голосуем. Голосуем. 72% выбрали Собор Святого Павла. Но если они ошиблись, а вы выберете их ответ, вы потеряете 9 тысяч. 72% это много. Да. Если только они нарушены не соврали. Я соглашусь. Ответ Собор Святого Павла. Ответ окончательный? Да. О, Боже. Почему вы закрыли один глаз рукой? Мне страшно. Боже. У вас точно черный пояс? Да, точно. Вы выиграли 20 тысяч. Спасибо. Не знал, что черный пояс так легко превращается в желе. Софи, ситуация непростая. Вы можете забрать 20 тысяч и уйти. Но если ответите неправильно, потеряете целых 19 тысяч фунтов из ваших 20-ти, и подсказок больше нет. Итак, седьмой вопрос на 50 тысяч. Как звали двух детей из фильма «Мэри Поппинс»? Венди и Питер, Джемайма и Джереми, Гермиона и Гарри, Джейн и Майкл. Венди и Питер, Джемайма и Джереми, Гермиона и Гарри. Гермиона и Гарри, Джейн и Майкл. На кону 50 тысяч. Это не Гермиона и Гарри, они из Гарри Поттера. И не Венди и Питер, это Питер Пен. Но Джемайма и Джереми мне все портят. Джейн и Майкл. Ответ окончательный? Да. С чего это вы вдруг так уверены? Просто так решила. В порыве безумия? Да. Теперь буду всю жизнь жалеть. Можно мне уйти? Пожалуйста. Да хватит уже. Вы выиграли 50 тысяч. Что для вас значат эти 50 тысяч? Это что-то потрясающее. Даже в голове не укладывается. Может, для кого-то это и немного, но... Это большие деньги. И без налогов. Итак, подсказок у вас не осталось. Но... Восьмой вопрос замечательен тем, что вы ничем не рискуете. Играть можно спокойно. Ваш выигрыш останется у вас в любом случае. Вы имеете возможность выиграть 75 тысяч. Итак, вопрос. Вопрос номер 7 из 12. Какой президент был сыном американского посла в Великобритании? Генри Трумэн? Дуайт Эйзенхауэр? Ричард Никсон? Джон Кеннеди? Генри Трумэн, Эйзенхауэр, Никсон, Кеннеди. Сын американского посла в Великобритании. Хочется сказать, Кеннеди, понятно, что это большая семья политиков, но их вряд ли бы устроила должность посла. Такое сложно представить. Эйзенхауэр, Никсон, Трумэн. Выбираю между Трумэном и Кеннеди. Мне кажется, Кеннеди должен был бы занимать должность повыше посла. А может быть и нет. О, Боже. О, Боже, Трумэн, все. Я знаю, я буду играть. Ответ окончательный? Думаю, ответ неверный, но была не была. Выбираете неверный ответ? Да. У вас было 50 тысяч. И так и осталось 50 тысяч. Увы. Правильный ответ. Джон Кеннеди. Но вы сегодня неплохо поиграли. Совсем неплохо. Совсем. Вот, возьмите. Аплодисменты Софии. Она уходит с чеком на 50 тысяч фунтов. До свидания. Спасибо вам огромное. Еще восемь наших участников умирают от нетерпения приступить к отборочному туру. Полная тишина в студии. Слушаем вопрос. Расположите периоды британской истории в фронологическом порядке. Яковинство, Средневековье, Рейгинство, Каменный век. Вот правильный порядок. Каменный век, 2,5 миллиона лет назад, как сейчас помню. Средние века, 15 век. Яковинство, 17 век, и позднее всех, Рейгинство. Итак, из восьми, кто ответил правильно? Быстрее всех была Дайан Стилл за 3,14 секунды. Дайан, у вас удивленный вид? Хотите сыграть на миллион? Да. Ну, конечно. Конечно. Итак, с нами Дайан Стилл, менеджер банка из города Абердин, Шотландия. В настоящее время работает с очень успешными и богатыми бизнесменами и миллионерами. Уже 9 лет она замужем за Робином, который гордо улыбается на месте болельщика. У них две дочери, Ребекка и Шарлотта. Даже если Дайан выиграет миллион, она не бросит работу, так как слишком эту работу любит. Ну, посмотрим. 12 вопросов, 3 подсказки. Выиграет ли она миллион? Дайан, удачи! Начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Первый вопрос на 500 фунтов. Что здесь является музыкальным инструментом? Мандрагора, мандрил, мандолина, мандалай. Ответ С. Мандолина. Это правильный ответ. У вас 500 фунтов. И последний момент, когда вы можете уйти ни с чем. Второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. Слушаем. Какова тематика передач известной телеведущей Джудит Чалмарс? Путешествие, кулинария, садоводство, антиквариат. Путешествие. Ответ правильный. Вы выиграли тысячу фунтов. Этот вопрос самый волнительный. Да. Следующий вопрос на 2000 фунтов. У вас несгораемая тысяча. Итак. Кто был назван капитаном английского крикета в 2008 году? Роберт Ки, Алистер Кук, Кевин Питерсон, Эндрю Страус. У меня есть догадка, но я спрошу с зал. Зрители, у вас есть шанс блеснуть. Вопрос на 2000. Кто был назван капитаном английского крикета в 2008 году? А. Роберт Ки, Б. Алистер Кук, С. Кевин Питерсон, Д. Эндрю Страус. А, Б, С или Д. Голосуем. 84% за Кевина Питерсона, 10% за Эндрю Страуса, 2% думают, что это Алистер Кук, и 4% что это Роберт Ки. Я думала, что это Кевин Питерсон. Да что вы! Правда? Теперь можно сказать что угодно. Я просто не была уверена на 100%. Мой ответ Кевин Питерсон. Ответ окончательный? Да, Кевин Питерсон. Ответ правильный. У вас 2000. Что же там случилось на празднике Октоберфест? Я там отдыхала с подругой. Это ведь большой праздник пива в Мюнхене, не так ли? Потрясающе. Я поехала туда со своей подругой немкой, и мы там случайно познакомились с группой парней Шотландии. Они были в национальной одежде. Так вы и влюбились по уши? Там мы познакомились, а потом опять встретились. Я тогда жила в Глазго, а он в Абердине. И мы два месяца общались на расстоянии. А потом мне предложили работу в банке в Абердине. Ну и так все и закрутилось. И вы женаты уже... Девять лет. В следующем году будет десять. Мне в следующем году сорок лет. Важный год предстоит. Ясно. У вас 2000, и есть две подсказки. 50 на 50 и звонок другу. Четвертый вопрос на 5000. Каким национальным парком почти полностью окружен город Бакстон? Эксмор. Брэкон-Биконс. Дартмор. Пик-Дистрикт. Можно я возьму подсказку 50 на 50? Да. Компьютер уберите два неправильных ответа, оставив один верный и один неверный. Каким национальным парком почти полностью окружен город Бакстон? На кону 5000. Вы слышали о таком городе? Нет. Тогда не поможет. Конечно, нет. Надо взять звонок другу. Я сама понятия не имею. И можно позвонить Аллану. Хорошо. Кто? Мы работаем в одном банке. То есть он тоже из Абердина? Конечно. Звоним Аллану. Скажете ему вопросы, два варианта. Один из них стоит 5000. Аллан? Аллан? Да. А это Крис Таррент. Здравствуйте. Как поживаете? Хорошо, спасибо. Волнуетесь или спокойно и собраны? И то, и другое. Сейчас главное помочь Дайан. У Дайан все хорошо, но тут вопрос, на который она не может ответить. Она уверена, что вы знаете, а на кону 5000. Хорошо, что осталось только два варианта ответа. То есть один из двух стоит 5000. Ясно. Сейчас будет говорить Дайан. Она назовет вопрос и два варианта ответа. Желаю удачи. Время. Привет, Аллан. Каким национальным парком почти полностью окружен город Бакстон? Дартмор или Пик Дистрикт? Бакстон. Читается Бакстон. Какой парк его окружает? Черт, я не знаю. Мой ответ это лишь догадка. Но я бы сказал Пик Дистрикт. Но у тебя может быть своя версия. У меня ее нет. Ладно, спасибо. Извини. Ничего. Надо выбирать. Не обязательно. Да нет, надо. Да в том-то и дело, что нет. Надо, надо. У вас 2000 фунтов. Одну можете потерять, на кону пять. И подсказок больше нет. Даже не представляю. Сама я думала Дартмор. Почему? Сама не знаю. Друг сказал Пик Дистрикт. Я выберу Пик Дистрикт. Окончательный ответ. Ой, не надо. Я что, ошиблась? О боже. Неужели я проиграла? Когда загорелся оранжевый, уже ничего нельзя изменить. Какой ужас. Ответ уже в компьютере безвозвратно. О боже. Вы выиграли 5000. Господи. Ну как так можно? У меня сердце зашлось. Вы знали, на что шли. Знала, но... У Дайан 5 тысяч, и кажется, ей надо прилечь. 8 вопросов отделяет ее от миллиона. И только 3 от 50 тысяч. Как чувствуете себя, Дайан? Ощущаете легкую дрожь? Легкую? Да я чуть с ума не сошла. Что делать? Но я еще здесь. Да. Я здесь. И у вас 5000 фунтов. Игра трудная. Да. Но все зависит от следующего вопроса. Если знаешь ответ, все легко, ясное дело. Ваш выигрыш 5000. До миллиона 8 вопросов. И пятый вопрос на 10 тысяч. В какой стране происходит действие мюзикла «Скрипач на крыше»? Почему вы на меня так смотрите? Я, кажется, знаю. Что знаете? В России. Посмотрим. В Греции, в Венгрии, в Испании, в России. Ну вот, ответ в России. Ответ окончательный? Окончательный. Откуда вдруг такая уверенность? Я слышала песню. И там поют про русскую деревню. Кажется, не начинайте опять. Чего? Сами знаете. Что? Что, я ошиблась? Ну, вы же знаете ответ. Махом ответили, не думая. Не думая? Серьезно? Да. Ну, давайте. Может, Венгрия? Нет, это Россия. Ответ правильный. У вас 10 тысяч. Ура, ура. У вас 10 тысяч. Прекрасно. До 50 тысяч только два вопроса. Подсказок нет, но вы потеряете 9 тысяч, если ошибетесь. Ясно. Можете не играть и сбежать в Абердин с деньгами, что тоже неплохо. Ваши дети будут в восторге. Да. Шестой вопрос на 20 тысяч фунтов. Деньги большие, но и риск большой. Взгляните и решайте, как поступить. Кто шил свадебный наряд Камилы Паркер-Боуз для свадьбы с принцем Уэльским? На кону 20 тысяч. Робинсон, Валентайн. Дольче и Габбана. Клеменс, Рибейро. Фрост, Френч. Понятия не имею. Никакого. Даже интуиция молчит. Пустота. И поэтому я возьму деньги. Большое спасибо. Ну, 10 тысяч, это неплохо. Вот именно. Если бы хоть что-нибудь в голову пришло, я бы ответила. Но нет, я возьму деньги. А если бы отвечали, то какой бы выбрали ответ? Если бы отвечала, сказала бы... Кто одел? Камилу Паркер-Боуз? Может, Клеменс Рибейро. Но я, правда, ничего об этом не знаю. Большое спасибо. Я забираю выигрыш. Ясно, аплодисменты. Дайна ходит с 10 тысячами. Почему в вариантах не было «Магазин Экстрим»? Вы были не уверены, но хотели ответить Рибейро. И хорошо, что не ответили. Правильный ответ – Валентайн. Я не знала. Но вам это уже не важно. Однозначно. Аплодисменты. Оно уходит с 10 тысячами. Вы молодец. До свидания. Спасибо вам большое. Не за что. Удачи. Выигрыш 10 тысяч фунтов. Дайна уже спешит домой на 10 тысяч богаче. А у нас новый состав участников, желающих принять участие в нашем популярнейшем шоу. Они съехали со всей страны и прошли предварительное собеседование. Давайте знакомиться. Стефани Эванс из Уорикшера. Эндрю Дорбан из Норфолка. Крис Айзек из Корнавала. Джин Риммер из Поуиса. Рут Харрис из Восточного Сассекса. Джули Пендлтон, Тайн и Уир. Анджела Уилсон из Лестершира. Дэйв Уолтерс из Южного Йоркшира. Хайван Каллен из Лондона. И Гаррет Тейлор из Винкольншира. Красавцы. Итак, отборочный тур. Тот, кто быстрее всех ответит на вопрос, сразится лицом к лицу с нашим компьютером за миллион фунтов. Всего один вопрос. Четыре варианта и единственный верный порядок. Посмотрим, кто расположит эти ответы в верном порядке быстрее всех. Полная тишина в студии. Надо сосредоточиться. Дело серьезное. Итак, вопрос. Расположите эти девичьи группы в порядке их первого попадания в хит-парады. Спайс Голлс, Голлс Эллаут, Супримс, Бананорама. Супримс, Бананорама. Вид у них ошалевший. Вот правильный порядок. Раньше всех были ясное дело Супримс в 64-м, затем Бананорама в 82-м, Спайс Голлс, Девчонки в период в 97-м, и Голлс Эллаут, первый хит в 2002-м году. Это правильный порядок. И кто же из десяти справился? Похоже, не все. Вот они, немало. И Гаррет Тейлор быстрее всех. За 3,60 секунды. Молодец. Увлекайтесь девчачьими группами. Неважно, главное, чтобы удалось выиграть пару тысяч фунтов. Готовы? Да. Ну, идемте. Итак, Гаррет Тейлор из Линкольна. Он уже 18 лет работает в Королевских военно-воздушных силах. Первые 14 лет трудился в отделе охраны, а сейчас работает в отделе информационной безопасности. Он женат на Лизе, которая болеет за него в зале и широко улыбается. У них 4-летняя дочка Пейдж и 12-летний сын Дэниел от первого брака Гаррета. Гаррет обожает футбол, любит экстрим, катался на горном велосипеде и сплавлялся по горным рекам. Собирается прыгать с банджи и с парашютом, если сегодня получится много выиграть. Гаррет хочет свозить семью в далекое путешествие и посмотреть Перу и Великую Китайскую стену. Есть, что обсудить, но сначала поиграем. 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи, Гаррет. Мы начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Первый вопрос на 500 фунтов. Слушаем. В какой стране чаще всего можно встретить людей с именами Отто и Фридс? Во Франции, в Германии, в Испании, в Италии? Б в Германии. Ответ правильный. У вас 500 фунтов. На русский язык программа озвучена компанией «Видеофильм» по заказу телекомпании «Стрим» в 2011 году. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ